Встреча с Верховным судом Он на стороне матери троих детей Но в этом деле точку еще ставить рано Тут еще только запятая И все еще впереди, вся борьба еще впереди И мы попытаемся разобраться в нашем новом фильме расследования Кто за этим стоит, что за этим стоит Почему судебная система в определенные моменты В Омской области, если конкретно Работает вот таким очень странным образом Мы находимся в такой ситуации Для суда, пожалуй, в Патовой С точки зрения суда на самом деле нет С точки зрения суда в Патовой Эта история началась давно Светлана Амзаян развелась с супругом Осталась одна с тремя детьми Она решила продать компанию В которой ей принадлежала часть Это компания МТС, которая занимается Выращиванием зерновых культур И договорилась о покупке с партнерами своими Партнеры сказали, да, все, хорошо Через год деньги отдадим, приходи Проходит год, денег нет А потом оказывается, что на эту компанию За этот год набрали кредитов Землю отдали в аренду за какие-то копейки Кредиты никто не собирается отдавать Это лицо совершает вывод имущества Из общества То есть пользуюсь этими полномочиями Пользуюсь неразберихой Пользуюсь тем, что директора нет В обществе конфликт Вдобавок еще мать троих детей Хотят лишить части компании Которая ей принадлежит И делают это через суд То есть, ну вот была у вас компания А теперь вот нет, суд так порешил И действительно первая инстанция так решила Вот это решение первой инстанции И вызывает всех больше вопросов Именно оно, можно сказать, противоречит Решению Верховного суда, который был недавно В чем же странность этого решения суда Читая судебный акт, мы видим Что были выбраны совершенно фантасмагорические причины для исключения И для того, чтобы мать троих детей лишить доли компании В суд привлекают третье лицо Это кредитор компании Это МТС Александра Костенок Которая якобы вступила в сговор с матерью троих детей И пыталась, ну наверное, я не знаю Как-то там обмануть, как-то отнять эту компанию что ли Как-то вот так Я не знаю, какая логика здесь Я совершенно неожиданным образом была втянута в этот конфликт между участниками общества Где корпоративный конфликт Где каким-то также неожиданным образом было вынесено Весьма странное решение судьей Малыгиной в арбитражном суде Омской области Странностей-то много Но одно из странностей Первое, что это было вынесено решение о моих правах, интересах и репутации Без моего участия Ну и самое главное Это решение полностью противоречит решениям Суда апелляционной, конституционной инстанции Также Верховного суда, где я была участником процесса Но тут хорошо, что с этими же ответчиками По тем же аргументам, по тем же доводам Дело было в Верховном суде И Верховный суд сказал, что Александр Костенок ни в чем не виноват И никакого сговора там у них не было Что все чисто Верховный суд на сегодняшний день полностью подтвердил мои доводы И они не являются голословными И сейчас при рассмотрении в апелляционном суде Я очень надеюсь, что все доводы В этот раз все доводы С всех сторон будут учтены Скоро будет апелляция в Омском суде По идее, если есть решение Верховного суда То это уже является неким доводом Чтобы встать на сторону матери троих детей С учетом того обстоятельства Что в деле участвуют Те же самые лица Конечно, установленные судом факты Будут иметь правительственное значение При дальнейшем осмотрении Этого дела в апелляционной, конституционной И так далее инстанциях Потому что наше дело Во всяком случае дойдет До Верховного суда В этом Нет никакой возможности сомневаться 21 мая будет апелляция в Омске Наша редакция там будет присутствовать Чтобы все услышать и увидеть Так сказать, своими глазами Чтобы разобраться Почему так работает в определенных моментах Судебная система в Омской области Мы много наслышаны Как работает система судебная в Краснодарском крае Там, как говорится Ну, нас трудно чем-то удивить Но в Омске Вот мы смотрим по нашим обращениям Которые к нам приходят По Омску Ну, потому как там работает судебная система Чтобы вот так было Но это что-то удивительное Это что-то из ряда вон такое выходящее И мы сами поедем Все посмотрим своими глазами Со всеми поговорим Чтобы разобраться Что на самом деле происходит И почему такое происходит До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok